Всем привет, ребята! На днях я купил себе Xiaomi Redmi Note 7. Конечно, это уже, можно сказать, устарелый телефон, потому что уже вышел Note 8, но все же попользовался я этим телефоном более трех месяцев, и мне есть что рассказать. Представляю вашему вниманию шесть причин, почему стоит купить именно Xiaomi Redmi Note 7. С вами канал Техноум, поехали! Первая причина – это экран. Экран имеет диагональ 6,3 дюйма, соотношение сторон 19,5 на 9409 ppi и имеет разрешение Full HD+, 2340 на 1080 пикселей. И прикрыто это великолепие Gorilla Glass 5-го поколения. Что хотелось бы сказать по поводу рамок экрана. Они минимальны, то есть сверху и по бокам, можно сказать, их вообще нету. Есть небольшая рамочка снизу экрана. Есть еще режим чтения, который позволяет глазам расслабляться, что очень-очень хорошо в наше время. Также вы можете настроить цветовой тон, то есть подстроить под себя. Есть стандартный, теплый, холодный или свой, как вам угодно. Также есть настройка контрастности. Автонастройка повышенная и стандартная. Также есть режим очень-очень мне интересный. Это темный режим. Использует более темную цветовую палитру для обоев и совместимых приложений. Помогает снять нагрузку в темноте, ваши глаза не устают. Также есть пробуждение двойным касанием и пробуждение при взятии в руки смартфона. И вот эта функция при взятии в руки работает замечательно. Что хотелось бы сказать по поводу углов обзора этого экрана. Они на высшем уровне. Никаких засветов, никаких выцветаний, темнений или так далее в этом экране нет. На мой взгляд, это один из лучших экранов за свою стоимость. Вторая причина это процессор. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 660. MSM 8956. Плюс имеется 8 ядер. 4 ядра 2.2 ГГц. И 4 ядра 1.8 ГГц. 64-битный. 14-нанометровый. И вот этот наш процессор в связке с Adreno 512 набирает в Antutu 142 тысячи баллов. Что на мой взгляд замечательно. Процессор в связке с Adreno для чего нужен? Правильно, для тяжелых игр. И мы берем только две игры. Это Танки и PUBG Mobile. И как он справляется? На мой взгляд очень и очень хорошо. Это конечно не флагман какой-нибудь, но для своей категории этот процессор на высоте. Танки идут на средних настройках без каких-либо лагов. То есть можно конечно поставить высокие настройки, но в тяжелых баталиях будет притормаживать. А на средних идеально все идет. По поводу PUBG Mobile. Также можно играть на средних настройках без каких-либо проблем. То же самое. Конечно вы можете поставить настройки повыше, но при стрельбе или езде на машине на высокой скорости будет заметно тормозить. Третья причина это основная камера. Она располагается на задней стороне смартфона сверху слева. И имеет два модуля. Первый модуль 48 мегапикселей Samsung GM1 F1.8. Второй модуль 5 мегапиксельный F2.4 датчик глубины. Также у нас имеется вспышка, автоматическая фокусировка. И эта камера умеет снимать 4К видео. Давайте разбираться по поводу камеры. Камера заметно выступает из корпуса смартфона. А какие все-таки делает фото эта камера? За свою цену скажу вам так. Делает замечательные фото. Восхитительные. Конечно не дотягивает до пикселя, до флагманов каких-нибудь. Но за свою сумму эта камера делает замечательные снимки. Примеры вы можете сейчас видеть у себя на экране. Еще хотелось бы похвалить фронтальную камеру. Но конечно это не выше уровень, но имеет 13 мегапиксель F2.2. Умеет снимать видео 1920х1080. Четвертый плюс, на мой взгляд, для меня это немаловажный плюс. Это батарея. Имеет 4000 мАч. Имеет также быструю зарядку Quick Charge 4.0. Что хотелось бы сказать по поводу батареи. Два дня нагрузки смартфона. Эта батарея выдерживает с лихвой. То есть вы можете пользоваться, играть в игры, лазить в интернете, что угодно. То есть нагружать можно телефон достаточно сильно. Как мы видим батарея в других флагманах не сильно уж и большие. А мы видим, что тут телефончик, можно сказать, среднего класса. И минимум, компания Xiaomi сейчас старается впихнуть свои смартфоны. Минимум 4000 мАч батареи. Пятая причина это операционная система. На борту у нас Android 9. Версия MIUI у меня сейчас глобальная. 10.3.10. Что хотелось бы сказать по поводу MIUI. Эта оболочка для кого-то идеальна. Для кого-то не очень. Кто-то ее вообще не любит. Но в связке с Android 9, на мой взгляд, это лучшая. Одна из лучших, можно сказать так, если быть точным. Версия MIUI на сегодняшний момент. Потому что никаких лагов, никаких подлагиваний вообще в этой оболочке нет. Лазится все моментально. Привыкать, если вы даже ее не использовали, не составит вам никакого большого труда. Тем более, есть свои фишечки, о которых можно сделать полноценный обзор. Шестая причина, это внешний вид. Давайте разбираться, из чего сделан смартфон. Сзади у нас стекло, посредине у нас пластик и сверху у нас стекло. Можно сказать, сэнгович из стекол и пластика. Вы скажете, ааа, пластик. Но заметьте, этот пластик выдерживает достаточно большие нагрузки. Он глянцевый, но царапин за время использования более трех месяцев этот пластик вообще не имеет. Также есть у нас на корпусе, да, зарядка Type-C. Вы сейчас скажете, неудивительно, но нет. Очень много телефонов сейчас выпускается с простой зарядкой. Но, как вы знаете, Type-C намного-намного лучше. И да, тут есть мини-джек. Это прям восхитительно. Зачем таскать с собой переходники или что-то мудрить? Вы скажете, сейчас много людей используют беспроводные наушники. Да, но еще у больших людей остались наушники с джеком. И здесь прям Xiaomi на высоте. Они не спешат отказываться от мини-джека. И в этом смартфоне есть ик-порт. Он, конечно, не так нужен. Но в некоторых ситуациях он действительно помогает. Если вы забыли пульт или сели батарейки в пульте, то есть, пожалуйста, ик-порт тоже есть. И что хотелось бы сказать по датчику отпечатков пальцев, который тоже тут есть. То есть, работает он идеально. Моментальное срабатывание. Даже можно сказать, что если ваши руки немножечко мокрые, все равно этот датчик срабатывает на высоте. Не сказать даже такого о компании Sony, которой датчик живет сам по себе. Но все же, на мой взгляд, этот смартфончик получился очень-очень красивый. Ну что же, ребятам, вот мы и узнали 6 причин, почему стоит купить именно Xiaomi Redmi Note 7. И, на мой взгляд, действительно, этот телефончик получился очень и очень неплохим. Ведь не зря все больше и больше людей переходят именно на производителя Xiaomi. Ведь он делает достаточно качественные смартфоны по очень-очень низкой цене. И, на мой взгляд, это действительно должно быть так, а не как делает компания Apple или Samsung или множество других компаний. Ведь телефоны должны быть мощными и доступными. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok